Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас для вас практически сенсационная новость. Вашему вниманию мы сейчас предложим интервью ни с кем бы то ни было, а Романовским Сергеем Михайловичем, управляющим экотехнопарком. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Добрый день. Во-первых, хотелось бы, чтобы вы представились нашим партнерам, зрителям, всем тем, кто поддерживает наш проект. Расскажите, будьте добры, в двух словах о вашем образовании для начала. В принципе, я уже сотрудник струнных технологий с 19 августа 2015 года, поэтому уже не новичок. Но, тем не менее, немножко о себе. 47 лет, два высших образования. Первое – историческое, педагогическое. Второе – экономическое образование. Экономист-менеджер, управление персоналом и на предприятии. А опыт работы у вас какой до того, как вы пришли в проект? Опыт работы, педагогика была уже давно. Опыт работы был на промышленных предприятиях в качестве главного логистика, начальника отдела снабжения, начальника маркетинга. То есть управленческий опыт довольно большой, в течение 18 лет на предприятиях. В Беларуси? Данными структурами в Беларуси, именно в Минской области. Насколько я знаю, и в проект SkyWay вы также пришли в качестве логиста, в качестве специалиста или руководителя, точнее, снабжения. Ну, можно сказать и так. На первом этапе, на первых порах было поручение Анатолия Эдуардовича именно в этом направлении, проработать направление снабжения, обеспечения и строительства, и всего зао струнной технологии, организовать данную службу. Ну, как бы с этой миссией, можно сказать, мы справились, основные бизнес-процессы организованы, потому что правильность и своевременность закупки, правильность выбора поставщика, подрядчика, экономит, естественно, денежные средства. До 30% затраченных денежных средств можно сэкономить, если это сделано, как говорится, правильно, со всех подходов, с научной точки зрения. Вообще, как я познакомился с струнными технологиями. Да, очень интересно, как вы пришли в проект. Просто мы уже сразу пошли дальше. Познакомился непосредственно изначально с книгой Боровского, да, «Небесная дорога» Юницкого. Потом с Анатолием Эдуардовичем познакомились в Пуховичском районном исполнительном комитете, то есть самой Мариной Горки. На тот момент я там работал, курировал службу ЖКХ всего района, и когда шло оформление земли для экотехнопарка, я вот прочитал, к счастью, эту книгу и полностью заболел данной идеей, данной технологией и понял для себя, что мои силы, знания, опыт пригодятся для воплощения данной цели, данной, как говорится, мечты. Она уже не только Анатолия Эдуардовича, но и наша всех мечта становится. Очень приятно, что команда Skyway – это действительно коллектив единомышленников. Очень здорово. И, как я понимаю, вы прекрасно знаете и Пуховичский район, и Марину Горку, и, естественно, какие-то административные службы там, раз вы работали. Так как я работаю в райисполкоме, то все районные службы, организации, в том числе и подрядные, в том числе и поставщики, естественно, мне знакомы, и руководители данных организаций, что мне помогает в данный момент при выборе подрядчиков, при снабженческих операциях. И изначально Анатолий Эдуардович это подметил, что это должен быть местный человек, который проживает в районе, так как с Минска у нас расстояние довольно существенное. На ездишься, да, километров 80. Поэтому на месте уже удобнее будет местному человеку заниматься управлением непосредственно на территории. А управление уже на данный момент растет в геометрической прогрессии, оно там необходимо. Сергей Михайлович, за то время, что вы исполняете обязанности руководителя или управляющего экотехнопарком, расскажите, с какими основными трудностями вам пришлось столкнуться и каким образом, если сформулировать этот вопрос по-другому, изменилось ваше отношение к данному проекту и к своему месту в нем за почти два месяца, которые прошли со времени нашей первой беседы на эту тему? Ну, действительно, я с 1 мая только уже здесь, постоянно нахожусь на экотехнопарке. Какие трудности? Ну, трудности, как и везде, можно сказать, число подрядчиков растет. У нас сейчас 4 подрядчика. Нужно на одной территории, как говорится, жить дружно, мирно, строить будущее сообща. Поэтому вот где-то приходится мне выступать, как говорится, объединять это усилие. Но хочется отметить, подрядчики уже на второй неделе работы, вообще меняется мнение об объекте, о своем отношении к объекте и как люди начинают работать, если честно. Потому что уже более узнают наш проект, более знакомы со струнными технологиями. Если раньше некоторые, я имею в виду, рядовые работники могли вообще не представлять, куда они едут и что делают, то теперь, когда действительно здесь воплощение, как говорится, мечты будущего происходит и на их глазах, и их руками, то довольно серьезно это заметно по подрядному организму. И это, наверное, уже становится и их мечтой. Да, при разговоре с рабочими, конечно, ну, если честно, я не представляю, как они будут покидать объект, уходить, потому что чувствуется. Я думаю, что они не уйдут, они все живут рядом, возможно, они будут работать здесь, поскольку SkyWay создает возле Марьиной горки, и на этом объекте, по-моему, большое количество рабочих мест. Так что, наверное, ваше хозяйство в будущем расширится не только за счет временных подрядных организаций. Я имею в виду количество сотрудников, которые будут работать под вашим началом. Ну, по проекту, чисто на обслуживание экотехнопарка, мы представляем, что это будет уже такой большой ботанический сад, да, нужно будет смотреть не только за плодовыми, но и за озеленениями деревьями. Вы говорите об экологической части. Я говорю о части, сколько будет сотрудников работать. По проекту, в принципе, рассчитано около 55 человек. Здесь будет работать после окончания строительства. Все ясно. А скажите, по сравнению с той работой, которую вы делали, находясь в Минске в офисе, здесь вам приятнее, поскольку вы ближе к дому, или наоборот сложнее, вы чувствуете себя здесь более полезным? Короче говоря, вам больше нравится здесь или меньше? Сложный вопрос. Мне больше нравится работа в Skyway в любой должности, или это в кабинете, или это в поле, или это в организационном моменте, то я пока не могу разделить данные. Я как и там, так и здесь пытаюсь больше выложить своих знаний, опыта, сил для достижения нашей всеобщей цели, можно сказать. Большое спасибо, Сергей Михайлович. Желаем вам всяческих успехов в таком нужном для всех нас деле. И вам спасибо. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsv.systems.com Вливайтесь в наш коллектив единомышленников. Строй Skyway! Спасай планету! Спасем! Спасай планету!